Здравствуйте! В эфире программа «Точка опора», в которой мы обсуждаем актуальные события современной жизни с позицией практической психологии. И сегодня у нас в гостях известный экономист Михаил Хазин. А говорить мы будем о психологии общества потребления и мировой экономики. Михаил, я рад приветствовать вас в студии «Спаса». После последнего эфира у нас было очень много сообщений, вопросов по нашей прошлой теме. Если коснуться сегодняшней темы общества потребления и мировой экономики, мне хотелось бы оттолкнуться от того, как говорили средневековые схоласты. Давайте поговорим о понятиях и, наверное, о ценностях. Что такое в вашем понимании общество потребления и как оно связано с мировой экономикой сейчас? Ну, нельзя это сказать вот прям вот так, потому что современное общество в употреблении, оно выросло в результате некоторого очень сложного процесса. Значит, для начала нужно понимать, что экономическое развитие в Европе за последние две тысячи лет совершило, по крайней мере, две революции, когда принципиально менялась модель развития. Первое, ну вот если вот эти две тысячи лет смотреть, это была, условно говоря, античная модель, поздняя античная. Она отличалась, кстати, довольно высоким уровнем жизни. Я когда учил детей в школе и там с студентами общался, я все время задавал вопрос, в каком году в Париже появилась канализация? В каком году она появилась в Санкт-Петербурге? И обычно какие были ответы? Ну, ответы были разные, но я могу сказать, что канализация в Париже была сделана бароном Османом в 60-е годы 19 века. Даже так? Да, в Ленинграде канализацию доделывали уже в советское время. А в Риме были многоэтажные дома, в которых в квартирах была вода и была канализация. Существуют и альтернативные, значит, варианты, когда спрашиваешь школьников, кто изобрел такое гениальное изобретение, как ватер-клозет, ну, точнее сказать, водяной запор. То они все время пытаются искать в 19 веке, в 18 веке, а в реальности это сделали шумеры за 3000 лет до нашей эры. Так вот, вся проблема стоит в том, что уровень жизни в этом самом позднеантичном времени был много выше, чем даже в Европе в 19 веке. Если говорить о чисто экономических показателях, уровень производства, производительность труда позднеримских мануфактур была достигнута в Европе только в конце 18 века. Возникает вопрос, почему же это общество умерло. А, собственно, если мы почитаем Маркса, который во многом был прав, но в этом месте у него явная ошибка, связанная, видимо, с тем, что он историю не очень хорошо знал, то такого быть и не может. В его понимании производительность труда должна развиваться более-менее последовательно вверх. Однако, вот произошел в 4-6 веках обрыв, мы вышли в темные века, так называемые. Почему? И вот здесь ответ следующий. Дело в том, что вся позднеримская модель была построена на эмиссии. Только эмиссия тогда была не бумажных денег, а металлических монет за счет серебра, который добывалось в земле. А золото в Европе фактически все добыли за исключением Урала еще в до античные времена. Михаил, я думаю, может быть, мы для наших телезрителей объясним, что такое эмиссия. Может быть, не все знакомы с экономическими терминами. В данном случае... Печатание денег, монет. Печатание монет, да. Не было инфляции в Риме по очень простой причине. Потому что Рим отправлял монету на восток в обмен на шелк и на пряности. Значит, когда серебро кончилось, то экономическая система Рима рухнула. Одновременно в Рим пришло христианство. Тут нужно понимать, что... Ну, одновременно, ну, хорошо, там разница, может быть, 100-150 лет. Но в любом случае была выстроена христианская модель экономики. Чем она отличается? Она, может быть, там в чем-то несправедливая, но базовая модель ее была следующая. Не допустить разрушения социальной структуры общества. Экономическая модель была выстроена так, чтобы дети могли жить так же, как родители. То есть заниматься тем же и, соответственно, за счет того же кормить свою семью. Отсюда цеховая система производства. То есть такая, получается, корпоративная система производства, да? Да. Она была не ориентирована на углубление разделения труда, на научно-технический прогресс. Он целенаправленно замедлялся, потому что были ограниченные количество мастеров и технологии, и номенклатура продукции, и т.д. и т.п. Для того, чтобы не разрушать социальную структуру. И если вы посмотрите даже на торговые республики типа Венеции, то когда они производили сами, вот вспомните историю, венецианские зеркала были дикой редкостью в Европе очень дорого стоили. Ну, казалось бы, что мешает их производить в количестве в 5 раз больше, в 10 раз больше, а цену уменьшить в 2 раза. И в результате, соответственно, доход бы резко вырос. Но все равно система цеховая и количество зеркал, которые производила Венеция, было, в общем, более-менее фиксировано. Почему? Потому что, еще раз повторю, христианская модель требовала социальной стабильности общества. Дальше произошла, и это было тысячу лет. Дальше происходит следующая революция. Я это все рассказываю, чтобы было понятно, что экономика, в некотором смысле, базовая экономическая модель, парадигма, это следствие ценностей. Дальше 16 век. То есть, получается, какие ценности, такая и экономическая парадигма в традиционных обществах? А экономическая парадигма должна соответствовать ценностям. Это не обязательно традиционное общество. Либеральное общество нетрадиционное, но в нем есть своя модель. Значит, в чем проблема была 16 века? Тут моя гипотеза. Это исторически, ну, как бы, не общепринятая концепция. В 16 веке пик малого ледникового периода. В Европе у нас это смутное время, конец 16-го, начало 17-го века. А на севере Европы урожай падает настолько, что выжить становится невозможно. И в этот момент нужно было решить две задачи. Первая задача, что съесть здесь и сейчас, на какие деньги покупить еду. И второе, как изменить экономическую модель, чтобы производить больше, чтобы это можно было продавать. Первая задача была решена в 1517 году. Мартин Лютер прибивает, значит, свои знаменитые тезисы к дверям церкви. Смысл этих тезисов следующий. Мы верим, экономический смысл, мы верим в Бога, но нам не нужна церковь. Михаил, мне хотелось бы небольшой комментарий сделать, насколько я помню, из курса сравнительного богословия по первому своему образованию. И вот как увязывали то, что сделал Мартин Лютер с современной экономикой. По-моему, тогда как раз земли Германии, они были истощены постоянными налогами в Рим. Они были прежде всего истощены климатом. И по этой причине... И местных олигархов, местные князья тоже этим были очень недовольны. Все были недовольны, потому что есть было нечего. А князья, у них начался мор среди их крепостных. И по этой причине нужно было найти источник денег. Единственный источник денег был в Северной Европе, это богатство католических монастырей. Нужно было раскулачить католические монастыри. И таким образом через Лютера они прихватывают эти богатства. Да, а Мартин Лютер дал под это просто идейную основу. Именно по этой причине, если вы помните, Генрих VIII и его шесть жен. Все как бы их считают бедными овечками. На самом деле, первая была католичка, вторая протестантка, третья католичка, четвертая протестантка, пятая католичка, шестая протестантка. И пять из шести очень активно лезли в политику. Из-за чего, собственно, они и пострадали, а вовсе не из-за всего остального. И, собственно, Генрих VIII в период одной из своих протестантских жен и раскулачивал все католические монастыри. И сам стал главой церкви. Собственно, отсюда и взялась англиканская церковь. Это тоже XVI век. Это все происходило в XVI веке. И получается через перемену юрисдикции, через перемену определенных ценностей, взаимоотношений. Контроль над богатствами. Значит, дальше, ну это одна задача. То есть мы нашли денег, на пять лет хватит, на восемь, а дальше что? И вот в этот момент ломается цеховая система производства и разрешается судный процент. Это какой век? Это XVI век. Ну, Мартин Лютер, 1517 год. Обращаю ваше внимание. Не следует относиться к библейским ценностям как к некоему абсолюту. Этого не было никогда. Я когда там студентам рассказываю, то я рассказываю анекдот. То, как Моисей на горе Синай разговаривает с богом о заповедях. Значит, в какой-то момент он заканчивает, значит, гром и молнии заканчиваются, ветер развеивает тучи. Моисей страшно довольный спускается с горы. Встречают его соплеменники и говорят, ну? Моисей говорит, ну что, евреи, у меня для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. А с какой начнем? Они говорят, ну, давай с хорошей. Говорит, мне удалось снизить число заповедей до десяти. Молодец, Моисей, хороший переговорщик. Какая плохая? Тут Моисей разводит руками и говорит, прелюбодеяние осталось. Вот с этим, как бы, ничего нельзя сделать, да? Никто не собирается исполнять заповеди абсолютно. Мать, защищая ребенка, имеет право на убийство, и никто, как бы, у нее этого права отобрать не может. Есть отдельные тонкости, например, священник, совершивший убийство, даже нечаянно, как бы, извергается из сана, но это тоже понятно. Не может человек, совершивший убийство, даже нечаянно, принимать исповедь. Это невозможно, да? Вот, но, в любом случае, все равно заповедь, это вещь, которая, как бы, отражается как-то в человеке, и когда его воспитывают, там, с раннего детства, и это, собственно, вот и есть, да, морально. То есть, определенные все-таки нормы. Конечно, и это общественные нормы. Но вообще, если мы будем смотреть на библейские заповеди, мы увидим, что аналогичные системы заповедей есть практически всюду, и она на самом деле, с точки зрения такой материалистической, исторической, это нормы, которые появляются при переходе от родоплеменного строя к более сложной конструкции. Вот, чеченцы живут родоплеменным строем, а они, соответственно, для них родственник всегда правее, чем посторонний. Но в городе, где живет много родов, так нельзя, потому что это закончится кровавой резней. И по этой причине нужна некоторая модель правил. Вот это и есть в заповеди. В этом смысле, кстати, такая вот позитивно-историческая роль Кадырова в современной Чечне, который истребляет родоплеменной строй через внедрение ислама, который тоже построен на библейской системе ценностей. Ну, неважно, это уже такие бантики. Кстати, хотелось бы выразить уважение в сторону Кадырова. Вот наш постоянный гость, эксперт Роман Силантьев, специалист по исламу, когда я ему задал вопрос, а вот ваше отношение к Кадырову, что он сделал для России, он говорит, да, совершенно прекрасно, завинтил все гайки, вы можете посмотреть сейчас в новостях, чтобы какой-то Чеченец что-то совершил. Если Чеченец что-то совершил, он, по словам Кадырова, вернется в Чечню и будет там работать. Вот, а еще раз... По-другому жить не могут. Система правил именно такая. Еще раз повторю, значит, он с точки зрения так исторически цивилизационной совершает невероятно важный для своего народа прогрессивский шаг. Да, вот он там, ну вот, как бы для Чечни это Моисей, да, вот как для... У евреев Моисей, значит, для Чечни это Кадыров. Но неважно. Я думаю, что Рамзану Ахмановичу понравится вот сравнение. Значит, дальше, в этот момент всегда был судный процент, так или иначе. Но он порицался. Но он порицался, и люди понимали, что так поступать нехорошо. То есть давать в долг под процент денег, да? Да, человек, который был ростовщиком, не мог занимать видное общественное положение. Все на него показывали пальцем и говорили. И даже монастыри, которые грешили, особенно, как бы, вот, продавали индульгенции и все остальное, они на самом деле, собственно, их презирали, да, вот, в обществе. Так вот, был разрешен судный процент. Он очень сильно ускорял научно-технический прогресс, увеличивал производительность. Появлялся дополнительный продукт, который можно было на юге обменять на еду. Что и позволяло решить, собственно, вот эту вот проблему. То есть, проблему голода, о которой мы говорили. Отсюда граница. Вот граница, обращаю ваше внимание, развитых стран, в западном понимании этого слова, это страны, значит, это граница протестантизма и католицизма. Чуть-чуть, там она широкая, потому что она двигалась. Но это, в общем, Дания, Германия, Швейцария, Бельгия, Голландия, север Франции, Британия, ну, Соединенные Штаты Америки, как клон Британии. Но это как раз те страны, о которых вы сказали, протестантские страны. Совершенно верно. Вот ровно потому, что вот это вот все пошло с 16 века. Значит, но разрушение, ведь заповеди, это не набор правил. Это единая система. Нельзя из нее взять и выдернуть одну и сказать, типа, вот этого нам не надо. И в результате 200 лет кровопролитнейших религиозных войн и очень неустойчивой социальной структуры. Потому что, еще раз повторю, заповеди, это механизм социальной стабильности сложного общества. Михаил, я хочу с вами согласиться, опять же, из курса истории средних веков и истории католичества, протестантизма. Ведь был такой момент, я думаю, о котором вы знаете. Ведь Папа Римский мог наложить на любой регион так называемый интердикт. Отлучить от церкви. Отлучить от церкви, да. Запрет на причастие. И все. В той системе ценностей и взаимоотношений. То есть получается такой изгойный совершенно регион. И момент манипуляции очень прекрасный. Ну, некоторые государи, которых отлучали от церкви, поступали радикальным способом. Они избирали своего Папу. То есть тут как бы... Ну, тоже вариант хороший, да. Да. Так вот, значит, 200 лет. И к 18 веку стало понятно, что нельзя из единой системы заповедей, ну, как бы, если они даны Богом, то все понятно. Не делать человеческое, решать, что нравится, что не нравится. Но и как бы, если даже из материалистического подхода, тоже, в общем, понятно, да, это единая система правил, обеспечивающих социальный мир. То есть фактически это заповедь не укради. Это все вместе. Это все вместе, да. Если мы говорим об экономике. Если мы разрешаем судный процент, то мы автоматически должны разрешать не укради, а там это, и дальше все рассыпается. И по этой причине появились две новых концепции. Первая концепция, которая говорила, надо, как говорят дети, вернуть взад. Вернуть взад. Да, запрет на судный процент. Но как это сделать, если современная экономика построена на судном проценте? Потому что судный процент снимает риск с производителя. Я не буду сейчас влезать в детали. Его нельзя убрать просто так. Как, что тут делать? И тут есть ответ. Очень простой. Мы не можем убрать судный процент, мы его оставляем. Но мы запрещаем частное присвоение дохода от судного процента. То есть что это значит? Запрещаем частную, например, частную собственность на средства производства. То есть мы должны сдавать это в казну? И уж точно на банке. Неважно, как это технически устроено, было много разных систем, но это вот красный проект. Который от социалистов-утопистов французских через Маркса вышел на советскую систему. Это один из технологических вариантов этой идеи. Которая, еще раз повторяю, возникла из абсолютно естественного развития ценностной. И это возврат к библейской системе ценностей. Это принципиальная вещь. Именно отсюда, я помню, как еще тогда митрополит Кирилл на соборе произнес замечательную фразу. Что только здесь, на Руси, можно было из коммунистических принципов сделать моральный кодекс строителя коммунизма, построенный на десяти заповедях. Ну и собственно, что там, на самом деле, еще раз повторю, нужно понимать, что вот вся вот эта вот линия, она была изначально построена на заповедях. Но люди, которые ее притворяли в жизнь, это были люди, настроенные на разрушение. То есть на разрушение ценностной этой системы, которая нет? На ценностной системы, а разрушение современной системы общества. Аналог, это сегодняшний политический ислам. Я не буду сейчас в это влезать, это долго. Неважно. Вот одна идейная линия, из нее выросла экономика социализма. А другая, это линия либеральная. Главное в ней, это термин свобода. Что такое свобода? Это право любого человека выбирать себе те принципы, которые ему сегодня нравятся. Вот ему, соответственно, нравится сегодня, не убей. Он его пишет. А завтра не нравится, он его вычеркивает. Это свобода. И отсюда сразу же вылезает политкорректность. Запрет общества анализировать систему ценностей каждого конкретного человека. Если у вас там пять маленьких детей, а ваш сосед по дому, человек, который пытается отменить законы о запрете на педофилию, вы ничего не можете с ним сделать. И даже если выяснится, что он там расклевает ваших детей, если суд это не подтверждает, он чист. В любом традиционном обществе в таких случаях родители берут ружье и его пристреливают. Я так понимаю, что в любом традиционном обществе есть система, которая выше всего этого. Вот есть система заповедей или ценностей, к которым обычно апеллируют. А то, о чем вы сказали, современная система ценностей. Это апелляция к заповедям. Мне плевать на закон. Этот человек нарушает права моей семьи, и поэтому я имею право его убить. Это как бы вот... Так вот, а дальше очень интересная вещь. Я вот как-то говорил, когда я там читаю про то, что там какой-нибудь прокурор, пьяный прокурор на машине сбивает на переходе беременную женщину, то его надо, конечно же, осудить и посадить на 12 лет, на 15 лет, как за умышленную убийство. Ну, в общем, как должно это быть? Но это преступление, которое наказывается по уголовному кодексу. А вот судья, который его оправдывает или ему дает два года условно, должен как бы с точки зрения нормального общества быть немедленно там же, прямо в зале суда, повешен судом линча. Потому что он совершает преступление против общества. Не против конкретного человека, да, всяко может быть, да. Я могу себе представить, да, что вот у меня чего-то с ребенком, и мне срочно позвонила жена, сказала немедленно едь домой, а я вот в этот момент с друзьями сижу пью пиво. Я сажусь в машину, быстро еду, кого-нибудь сбиваю, да. Это преступление, за него следует наказание, но это не есть преступление против общества. А вот соответственно... То есть это преступление против личности, конкретно личности, кого-то сбили. Совершенно верно. А вот судья, который в такой ситуации оправдывает такого человека, он совершает преступление против общества, и общество должно его наказать, потому что это недопустимо. А в либеральной ситуации, там очень интересно, там нету морали, вот преломление заповедей, прелюбодеяние осталось. То есть нельзя сказать, что все будут там свято соблюдать семейную мораль, тем более, что жизнь бывает разная. Но каждый при этом понимает, что он там совершает не самый хороший поступок. Это вот и есть, собственно, мораль. А в либеральном обществе нет морали, там нету ценностей. И в качестве гаранта стабильности общества выступает закон. Вот мы все удивляемся, почему в Латинской Америке индейцы выше крыши, ну вот до границы с Соединенными Штатами Америки, а в США и в Канаде индейцев практически нет. А давайте ответим на этот вопрос. Я думаю, что нашим телезрителям будет очень интересно. Это очень просто. Потому что я когда сам исследовал этот вопрос, читал, там получается какое-то совершенно немыслимое количество индейцев, которых истребили колонизатора. Значит, у испанцев все было просто. Они католики. Это дикари. Их надо приобщить к Богу. По этой причине их надо крестить. Если он отказывается креститься, тут могут быть разные варианты. Его могут как язычника преследовать или не преследовать, но он все равно человек. А вот, соответственно, в англосаксонской ситуации, протестантской, их индейцев закон не защищает. Поэтому убийства индейцев, а морали нету. Убийство индейца это вообще ничего. Ну, вы же убиваете там зайца или там оленя в лесу. То же самое. Именно по этой причине американские солдаты в Ираке, Афганистане отметили совершенно колоссальными массовыми убийствами мирных жителей. Просто на улицах. Потому что у него оправдание. Он мне показался подозрительным. Точка. Это достаточно для того, чтобы его оправдали. Это принципиально разная ценностная база. И вот дальше мы начинаем переходить, соответственно, к экономике. Экономическая модель, социалистическая, была построена на том, что общество должно производить максимальный продукт, который справедливо перераспределять между членами. А дальше можно спорить, хорошая ли была модель справедливости. Хорошо ли она реализовывалась. Кто и как ее нарушал, прерыводеяние осталось. То есть честно ли делили или не совсем честно. Но на самом деле мы понимаем, что даже там секретарь обкомов, по сравнению с рядовыми обывателями, разница была настолько ниже, чем сейчас, что даже смешно. Вот просто вот смешно. Сейчас посмотришь, как они жили. То есть если мы сейчас берем современную модель, современная олигархия в России и на Украине, и обычный среднестатистический гражданин, и та советская система. То есть можно сказать, что не выпендривались очень слишком. Нет, она не просто выпендривалась. Еще раз повторяю, была мораль многих людей, я знаю просто нынешних каких-то уже наших российских министров, которых при советской власти, у них карьера не сложилась. Ну, например, про одного из них, не будем тыкать пальцем, он, соответственно, став не то секретарем райкома, не то зампредом горосполкома, выбил себе в течение полугода две волги. И за это его как бы... То есть если бы была одна волга, то все нормально, а две это уже перебор. То есть существовал момент общественного порицания. Да, и именно вот этим вот механизмом, моралью, определялась устойчивость общества. А вот теперь вопрос, а как устойчивость общества регулировать в либеральном обществе? Плюс к этому, значит, когда появился марксизм, надо же было предложить ему альтернативу. Что такое марксизм, если говорить с экономической точки зрения? Это концепция, которая утверждает, что капитализм конечен. И поэтому мы должны создать науку, которая описывает, как будет выглядеть посткапиталистическое общество. С точки зрения экономики капитализм конечен. Я не помню, разговаривали ли мы об этом здесь, я об этом много раз говорил. Давайте тогда напомним, может быть, в двух словах. Ну хорошо, ситуация такая, да. Значит, углубление, современное развитие в современной экономике, это углубление разделения труда. Углубление разделения труда требует расширения рынков. Земля ограничена, поэтому рано или поздно рынки станут глобальными, развитие останавливается. Это ровно та ситуация, в которую мы сегодня пришли, которая для Маркса была абстракция. А сегодня рынки глобальные, развитие останавливается. Все. Значит, была придумана, да, но при этом у Маркса, в силу его как бы абсолютно такой человеческой гениальности, вся история человечества от Адама до наших дней была описана одним философским языком, была создана сквозная теория. В ней много лакун, есть некоторые несоответствия, но она сквозная и она цельная. Чем она невероятно привлекательна с точки зрения здравого смысла. А вот, соответственно, альтернативная теория, она гласит, что у капитализма нет конца. Тема конца капитализма табуирована. В экономике это привело к тому, что вместо политэкономии придумали отдельную науку экономическую под названием экономикс. Это идеологическая альтернатива политэкономии. Если в политэкономии она построена от макроэкономики к микро, то есть от глобальных тенденций к поведению человека и фирмы, то экономика построена наоборот, от микро к макро. До сих пор никто так... А если перевести для наших телезрителей на более понятный язык? Это попытка объяснить глобальные экономические закономерности изменением психологии человека. Не работает абсолютно, ничего не работает. Но, поскольку речь идет о человеке, то сразу же возникает вопрос, как им управлять. И вот тут и возникает концепция, что управлять проще всего, морали нету, закон, значит, нужен аппарат силовой, который очень дорого стоит. Значит, надо управлять человека через деньги, через потребность. Отсюда вылезает общество потребления. Это в некотором смысле альтернатива морали с точки зрения управления социумом. Михаил, скажите, а в какой момент появляется вот такое понимание и такое отношение к тому, что вы сказали? Ну, в реальности это появляется после Второй мировой войны, когда, с одной стороны, был достаточно долгий период постоянного роста, несколько поколений. До этого не было такого. Все время какие-то были катаклизмы, которые отбрасывали назад. А во-вторых, это соревнования двух систем. То есть нужно было продемонстрировать, что капитализм для людей приятнее, чем социализм. Проще всего это сделать том, где самая большая слабость социализма. Значит, социализм развивал, так сказать, морально-нравственную часть и гуманитарные образования, культура, все остальное. А капитализм, соответственно, материальные потребности. Но это еще и управление. Сегодня, кстати, это стало катастрофой для западного общества, потому что главная их задача, это было увеличение спроса частного. И они создали экономическую модель, выстроенную на частном спросе. А спрос они стимулировали в том числе эмиссии, начиная с 80-х годов. После кризиса в 70-х, когда капитализм... То есть мы сейчас говорим о печатном станке, который печатает доллары. Да, когда капитализм фактически проиграл. В 70-е годы капитализм фактически проиграл, но руководство СССР отказалось выигрывать. Может быть, даже не осознав до конца, что оно выиграло. И в этот момент они нашли способ этот свой кризис локально преодолеть. Это способ печатать деньги. И сегодня этот способ закончился. Опять-таки, не будем влезать в детали. Там процентная ставка, масштаб долга и т.д. и т.п. Это вот как бы все это по отдельности все об этом говорят. У меня на сайте WorldCrisis.ru есть краткое описание. Там есть такой раздел под названием «Ликбез». И там есть краткое описание нашей экономической теории. Я сейчас пишу книжку. Я думаю, она к Новому году выйдет. И там будет все подробно написано. Я пока не знаю, когда будет называться. Это книжка по экономической теории. Написанной человеческим языком. Так вот, в результате сегодня уже даже не Запад, а весь мир оказался в страшной ситуации. Людьми управляли через потребление. А потребление будет падать. Причем падать сильно. То есть если человека переучили к одному уровню жизни, и этот уровень жизни падает, то человек возмущается. Он хочет жить, как раньше жил. Разумеется. И в тех ценностях, которые ему навязали. Грубо говоря, да, что ценность для него – это возможность каждый год ездить куда-то на море. Причем желательно с каждым годом все более и более шикарные места и более шикарные гостиницы. Каждым годом автомобиль приобретать лучше. Ну да. Вот. Ну и так далее. Да. Покупать новые штаны, когда хочется. Покупать новые ботинки, когда хочется. Ну вот я, прошу прощения, я сейчас скажу совершенно крамольную вещь. Значит, у меня одно время, я уже года два или три, когда у нас сменился там оператор или еще что-то, у меня в кабельных сетях были каналы МТВ и Муз-ТВ. И там были передачи для американских дебилов. Ну говорите, как есть. Ну типа там, сейчас, как это, сейчас помню, обыск и свидание называется передача, например. Да, это, грубо говоря, значит, девочки разрешаются обыскать комнаты трех мальчиков, и потом она должна по этим комнатам из них одного выбрать, с кем, значит, она в ресторан пойдет. Интерес тут содержание комнат. И там, например, открывается шкаф, да, и там… То есть какие марки у мальчиков? Какие марки, да, одежда у мальчика. Тридцать пар обуви. Делать даже никакой марки. Тридцать пар обуви. Сколько? Тридцать пар, да. Или там еще что-то, двадцать пар штанов. Это невозможно носить. Я как человек, который как бы много уже прожил, я могу сказать, что если у вас больше шести-семи пар обуви на самые разные случаи жизни, вы про некоторые забываете напрочь. Да, вот я иногда нахожу у себя обувку, которую я купил, ну, например, да, мне понравились туфли, я купил, но я их, они, условно говоря, летние, я их купил осенью, а дальше я в коробку положил и весной уже все про них забыл напрочь. То есть это, вот это классический совершенно вещизм, да, вот у них. То есть вещизм, который пропагандируется на популярных музыкальных телеканалах. Всюду, да. И доносится до молодежи. Всюду, да, вот им говорят, ребята, вот счастье, это когда вы можете, когда вам захотите, вот при чем магазин, вам понравился, вы купили сразу. У меня была по этому поводу смешная история, значит, я ругался на Астанинском экономическом форуме с аргентинским Гайдаром. Доминго Каваль, аргентинцы, ребята, серьезные, в отличие от нас, поэтому они своего, значит, Гайдара осудили, и он не может вернуться в Аргентину, его там посудят. Поэтому он бегает по миру и рассказывает, значит, о провале своей экономической реформы, изображая это выдающимся достижением. И мы там с ним спорили, потому что он говорил, что, о чем вы говорите, я говорил, что спрос падает, но какой спрос падает, в Китае живет миллиард человек, у которых нет айфонов, они хотят айфоны. Но я был модератором секции, у меня тут справа китаец сидит, я китаец спрашиваю, что ты-то скажешь по этому поводу. Китаец говорит, ну у нас вот тут вот подняли, это было в 2012 году, подняли уровень нищеты с дохода в один доллар на человека в день до полутора долларов на человека в день. И людей ниже этого дохода у нас 110 миллионов человек в стране. Эти люди не могут себе позволить айфон купить. Кавалий так надулся, что-то хочет сказать, китаец говорит, правда им можно дать кредит. Вот, говорит Кавалий, им можно дать кредит. А вот это выход. Да, это выход, китаец говорит, ну тогда они его не вернут. Все смеются. А слева от меня сидел государственный министр финансов Канады. И я говорю, вот тут сидит человек, который знает, что такое бюджет, давайте мы его спросим. И этот самый человек произнес речь, мне она страшно понравилась, она была очень короткая. Она была такая, когда я был маленький, то родители очень часто не покупали мне вещи, которые мне хочется. Потому что говорили, что мы должны жить по средствам. А, соответственно, сейчас, в последние лет 20, народ словно с цепи сорвался. У меня есть сильное подозрение, что в ближайшие годы мы вернемся к тем принципам, по которым жили наши родители. Насколько я помню, в маркетинге есть такое понятие «отложенный спрос». То, о чем мы с вами говорили еще не так давно. То есть люди, советские люди и люди начала 90-х смотрели западные телепрограммы, или даже не телепрограммы, а кино, завидовали тому образу жизни. И когда оказалось возможным это купить, они стали приобретать, приобретать, приобретать. Знаете, я жил в довольно бедной семье. У нас никогда не было машины. Телевизор у нас появился, когда я был в пятом классе, слава богу. Я сейчас, как-то, чайно благодарен этому событию. Первые джинсы у меня появились, когда я в университет поступил. Но я могу сказать, что я вовсе не испытывал каких-то... То есть нет, если бы я считал, что это ужасно, что у меня нет джинсов, я бы, конечно, мог по этому поводу страдать. Если бы вы тогда смотрели MTV, и MTV вам говорило, что ужасно, что у тебя нет джинсов. Не-не-не, понимаете, в чем дело. Я еще раз повторяю, эта передача для дебилов. И она демонстративна для дебилов. То есть человек, который себя олицетворяет с героями этой передачи, с моей точки зрения, является дебилом. А я не дебил. Я экспериментирую. У меня дочери 16 лет. Я ее спрашиваю. Скажи, пожалуйста, это... Ну, там, неважно, не про эту конкретную передачу, вообще такой стиль. Мне говорят, это для дебилов, и мы все понимаем, что для дебилов. А американцы? Американцы могут не понимать, что это для дебилов. То есть вы думаете, что они не понимают? Ну, кто-то, может быть, и понимает, но вот это оболванивание, оно идет с раннего детства. В школе, там, до этого в детском саду, очень целенаправленно. Вот. В нашей стране вот эту вот матрицу ценностную сбить пока не удалось. И более того, то поколение, которое приходит сегодня, оно, в смысле, лучше, чем то, которое взрослело в 90-е. То есть в 90-е люди очень сильно испустили. Те, которым было там в 91-м году, ну, грубо говоря, от 14 до 24. Вот у них вообще нету, они как бы считают, что вот все можно, да? То есть получается, вот это поколение, оно менее зависимо от культа потребления и от культа вещизма, вот по вашему мнению. Какое? То, которое сегодня идет или которое предыдущее? Которое сегодня. То, которое сегодня менее, да. Менее. Менее, да. Оно более понимает, что есть что. А как вы думаете, с чем это связано все-таки? А это связано с тем, что берут свои традиционные ценности. И как ни странно, с некоторой активностью и увеличением роли православной церкви. Хотя тут есть ошибки очень серьезные. Ну, я вообще считаю в этом смысле, что у нас нужно сделать упор на нестяжательство. Вот эту вот линию надо очень усиливать, а с ней имеются очевидные проблемы, поскольку церковь на протяжении многих веков на фоне общей нищеты пыталась быть таким вот, ну, как бы ярким. И вот эта вот линия, с ней нужно что-то делать. Ну, существует, например, такое мнение, что пастырь-священник, он не должен жить лучше своей паства. Если паства у него бедная или средний доход, то священник не должен жить лучше. Он должен жить как своя паства. Есть тонкость. Вот если мы говорим о каком-то евангельском подходе. Это верно, но есть разные тонкости, да, потому что если паства может себе позволить иметь одного ребенка или двух детей, то священник, тут как бы сколько получится, да, вот никуда не денешься. И поэтому он должен получать доходы больше, потому что иначе ему надо детей. Если говорим о детях, то да, безусловно. Ну, не только, там еще есть очень много тонкостей. Вот, но... Вот католикам в этом плане проще. Хотя из-за этого сейчас... Это создает свои проблемы. Сейчас у них идет кризис, падает количество желающих, кто идет в семинарию, кто становится священником, отток происходит, хотят жениться, рожать детей, но вот в этом плане проще. Они сейчас отменят целебат для... То есть ваш прогноз такой? Да, да. Но тут есть еще одна вещь. У католиков пришел папа нестяжатель. Нестяжатель. И это очень... И задал тренд такой. И задал тренд, да. При этом тут еще одна вещь. Я прочитал не так давно книжку Умберто Эка и Мирозе. А в которой... Ну, там как бы есть очень маленькая любовная линия, очень интересная детективная линия. И есть линия, которую все нормальные люди пропускают, а я ее, собственно, и читал. Это линия богословского спора. И там как раз обсуждается концепция Франциска Асиска. В честь которого... То есть концепция нестяжательства. Совершенно верно. И вот эта вот линия, там один к одному, да, Папа Римский, Иоанн XXII, очень хорошо, про которого я очень хорошо знаю, потому что он описан в проклятых королях, которых я читал в подростковом возрасте. Значит, и там он был позитивным персонажем, а у Умберто Эка он негативный персонаж. И там Иоанн XXII говорит, нет, церковь должна быть богатой, потому что она должна блистать. Вот. А Франциск Асиский говорит, нет, у Христа не было денег. Ну и дальше там начинаются богословские споры, которые чертовски интересны для человека, который на эту тему думал, и абсолютно неинтересны рядовому оборудованию. Ну это для нас, получается, классический спор стяжателей-нестяжателей. Вот. Так вот, сегодня нам нужны нестяжатели, и дело даже не в том, что, потому что, как бы, они должны быть главными, а потому что вот на этом этапе, для того, чтобы победить ту линию, нам сегодня, нам нужны люди, которые говорят, что счастье не в деньгах. А как вы думаете, вот для современного российского общества это возможно? Абсолютно. На фоне даже того, что сейчас происходит на Украине? Для нас это возможно. Понимаете, мы же, на самом деле, у нас же общество, вот, есть такой замечательный мыслитель Андрей Девятов, который пишет про то, что мы должны восстановить, ну он это называет ордой, можно назвать это семьей народов, Евразийскую империю, которая на нашем веку дважды была. Это, значит, империя Чингисхана, и это Советская империя. Но, может быть, она бы, и раньше были такие объединения, крупный смысл которых, что объединение должно быть на ценностных принципах, на принципах этики. И там, в отличие от либерализма, общее выше частного и служение выше денег. Это, получается, чистый христианский подход. Это же ценностная база, да? Да, да. Ну, он, как бы, хорошо христианский. Во всяком случае, служение выше денег. Да, ну, там же, а там все, общественное выше частного. Это тоже, там еще есть несколько принципов, я сейчас, опять-таки, не буду влезать в детали, желающие могут почитать текст Андрея Девятова. Опять-таки, у меня на сайте WorldKrise, у него книжки есть. Вот, но вот это вот очень важная вещь. Ну, там Андрей Девятов еще, как бы, очень много рассуждает о пророках. В частности, есть такой писатель, философ Дмитрий Щедровицкий, который написал книжку о пророчествах пророка Даниила. Это единственный пророк, которого признают все три основные религии. Значит, и евзоизм, и христианство, и ислам. И там, соответственно, он объясняет. В 2015 году в России, значит, придет там царство белого царя. Не комментируйте, да, читайте. Ну, это просто интересно. Михаил, если говорить о России и, наверное, о дореволюционной России, и в плане нашей темы. Ведь, насколько я помню, в дореволюционной России существовал такой тренд, вот говоря современным языком, то, что купец, может быть, олигарх того времени, он был социально ориентирован в любом случае. Нужно понимать, что жизнь была разная. У нас были, у нас реформы ВИТА пустили в нашу страну либеральный банковский капитал, который стал разрушать вот эту вот ценностную базу. А если мы посмотрим на всех этих купцов, которые ввели такую очень мощную социальную линию, то они все были старообрядцы. А вот это очень интересная тема. Почему? Я объясню, в чем дело. И Сава Морозов, по-моему. Да, они все были. Почему? Потому что на самом деле купец-старообрядец был не владельцем бизнеса. Бизнес принадлежал общине старообрядческой. Он был управляющим. И община, исходя из своей христианской концепции, она заставляла заниматься вот этой общественной деятельностью. Получается, даже если он этого сам не хотел. Ну, он как бы как член общины, он на самом деле тоже хотел. И вот это принципиальная вещь. Значит, есть линия, которая идет от конструктивного строителя, вот эта вот купеческая линия. Я строю заводы, я строю фабрики, я произвожу. А из этого вырастает капитал. Есть линия финансовая. Я зарабатываю деньги за счет судного процента и покупаю все, что сделали другие. Это две разные линии. Вот, собственно, в социализме как раз была первая. И в некотором смысле, если вы знаете, очень многие из купцов потом были директорами в 20-е годы на своих же собственных фабриках. И рабочие их же защищали, когда были проблемы. И вот эта вот линия, она была очень сильная. Ее, мы ее невидимо не знаем. Обращаю ваше внимание, старообрядцы здесь не потому, что у них другая христианская модель, а просто потому, что общины были очень сильные. Они вот, как бы, эти общины в силу сложных отношений старообрядчества с официальным, я даже не могу сказать с православной церковью, поскольку это было не церковь, а министерство. Все верно. Священный сенот. Священный сенот это было министерство. Это, кстати, базовая причина, по которой у Турции не получается воссоздать исламскую, османскую империю. Потому что в Османской империи ислам был на том же положении, что в Российской империи православие. И исламский мир, говорят, ребята, вы что, мы так не хотим. Вот. Но это уже начинается деталь. Я думаю, что надо уже постепенно завершать. Значит, смысл следующий. У нас осталось, мне напоминает, всего 10 минут. Давайте постепенно подводить итог. Хотя я не могу не задать вопрос. Я думаю, что для наших телезрителей он будет довольно интересен. Вопрос по поводу протестантской этики. Ну, с протестантской этикой все понятно. Значит, когда стало понятно, что нужна... И насколько она повлияла на экономическое развитие Запада. Что нужна идеологическая альтернатива марксизму, в широком смысле этого слова, то появилась в том числе и капиталистическая социология, социология, которая там к Максу Веберу... Ну, собственно, он ее и написал. Не будем сейчас влезать в детали жизненных сложностей Макса Вебера, но смысл следующий. Он пытался объяснить и оправдать логику того, что правильно, грубо говоря, Бог одобряет через максимальное зарабатывание денег. Ну, или чем больше ты заработал, тем больше благоволения Бога по отношению к тебе. А если ты бедный, ну, очень утрированно, опять же, очень просто. То, значит, сам виноват. Сам виноват, да. Значит, с точки зрения любого экономиста, это чушь, потому что, когда у вас начинается там экономический кризис, то очень много... То чем более достойный человек, тем быстрее он теряет свои деньги. Но дело не в этом. Дело... Еще раз повторяю. Вебер попытался оправдать... Ему нужно было оправдать уже существующую модель, да. Он не из базовых принципов выводил правильную этику, а наоборот, уже имеющуюся деловую этику под нее подводил теоретическую базу. Это, как всегда, приводит к серьезным ошибкам. Но, грубо говоря, когда есть царь, то, конечно же, люди, которые пишут поэмы о том, какой он великий, они получают много денег, и, в общем, у них все хорошо. Но обычно в истории они входят не самыми позитивными людьми. Ну, либо же эта сторона как-то так затушевывается. Все мы знаем, что главная сила Ломоносова состояла в том, что он писал оды императрице Елизавете Петровне, за что его, соответственно, Елизавета Петровна сильно любила и прощала ему разные хулиганства. Вот. Так вот, значит, если мы посмотрим на протестантскую этику, то это попытка вот эту вот модель без ценностей, но с законом придать ей социальный смысл. На самом деле это сегодня уже видно не работает. И мы видим тот вот кризис, который сегодня происходит на Украине, в Европе, выборы в Европарламент, и история с Сикорским, который, значит, гадости говорит про американцев, Сикорский поляк. И для него Польша это как бы самое главное, он реальный патриот. И поэтому то, что Польша легла под США, для него столь же омерзительно, как то, что она, соответственно, лежала под СССР. При этом в СССР свободы было куда больше с точки зрения выражения своих взглядов и ценностей. Поэтому Сикорский, дикий русофоб, объясняет, что надо улучшать отношения с Германией и с Россией. Это нормально. Я был недавно в Польше, я там много разговаривал с поляками. Вот. Я никогда до этого там не был, и мне было очень интересно. И я как бы понял, что у них имеются проблемы, как у нации в целом. Это там 18 век, значит, раздел Польши и т.д. и т.п. Но, тем не менее, у них остался вот этот вот взгляд на мир широкий. Они не протестанты, они католики. И хотя это тоже создает свои проблемы, потому что им бы надо смотреть на восток, а они смотрят в Рим. Вот. Но, тем не менее, это реальное. Как бы вот с ними можно иметь дело. Вот если с некоторыми, я не знаю, как иметь дело, там с американцами, с англичанами, они сегодня не хотят видеть, куда двигается мир. У них вот есть базовые... Это вот, вы знаете, давайте как бы просто вернемся к нашей конкретной жизни и просто байку. Да, вот есть такой персонаж в современной нашей... Закончим на позитиве, на байке. На позитиве, да. В современной нашей, как бы, жизни персонаж юмористический. Это спикер госдепа Псаки, над которой все смеются. На самом деле все просто не понимают, что она говорит. А говорит, она это транслирует в каждом своем выступлении. Говорит, ребята, ни мне, ни моему руководству в госдепе, ни руководству моего руководства в Белом доме. Абсолютно неинтересно. Ни что такое Украина, ни где она находится, никто в ней живет. Про Донбасс вообще речи нет. Донбасс, а что это? Но у нас есть правило. Если в Вашингтоне озвучили, что они поддерживают Киев и президента киевского Порошенко, то все должны поддерживать Киев и Порошенко. А все, кто этого не делает, поборники тоталитаризма, терроризма и гомофобы. Точка. Все. А остальное я пойду спрошу у своей команды, потому что я не знаю ответ на это. Это неинтересно. Вот эти в Москве, вот где Москва мы знаем, но эти в Москве виноваты не в том, что они чего-то делают неправильно. Там куда-то стреляют или не стреляют, идут или не идут. А потому что они не послушались нас, что то, что говорят в Киеве, то, что говорят в Киеве, Порошенко это правильно. Все. Это чистая имперская заморочка, за которую постоянно ругают Москву. Типа, вот, возрождение имперских троей. Ребята, посмотрите на Вашингтонск, посмотрите на ПСАКИ и расслабьтесь. И расслабьтесь. Михаил, у нас остается буквально две минуты. Мне хотелось бы какую-то небольшую ремарку от себя добавить. Вот если посмотреть на современное искусство, современный кинематограф в Соединенных Штатах, в Европе, там время от времени проскальзывают такие романы, кинофильмы, которые выступают против системы общества потребления и против психологии общества потребления. И вот я хотел бы порекомендовать нашим телезрителям почитать книгу или посмотреть фильм «99 франков» по роману Фредерика Бегбедера, где такой суперпопулярный креативщик, рекламщик западный рассказывает главный секрет. Это же я стою за тем, чтобы ты каждый год покупал новую машину. Ты купил, ты ей радуешься. Но я создаю такой образ, что эта машина гораздо круче. Я тебя направляю на этот курорт. Я тебе говорю, что нужно покупать в этом сезоне. То есть вот к вопросу о манипуляции. Наверное, нам стоит перестать смотреть рекламу, перестать смотреть эту пропаганду. Давайте я расскажу историю из жизни. Моей машине, на которую я езжу, на которую я сегодня сюда приехал, за три года, у нее кончается гарантия. Теоретически ее нужно менять. И вот я говорю своей жене. Но вы не хотите менять. Я еще молчу. Я в этом смысле говорю ее, давай будем менять машину или нет. И она мне говорит, но она тебе нравится? Я говорю, да. У нее что-нибудь ломается? Нет. Зачем тогда менять? И зачем покупать новые джинсы? Вот она враг потребительского общества. То есть нужно становиться такими врагами? Я человек нейтральный, типа я готов сменить, если надо. Она говорит, нет, не надо. Ну вот все. Я считаю, что то, что у нас есть люди, которые так подходят к жизни, это наше колоссальное преимущество в условиях нынешнего кризиса, который на самом деле разрушение либеральной ценностной модели. Дай бог мы, как и в 4-6 веках, возвращаемся к модели библейской. И, соответственно, тот, кто лучше перестроится внутренне, тот и будет выигрывать. Михаил, спасибо вам за такой интересный разговор. Я надеюсь, что, может быть, последний вопрос, который мы с вами затронули, станет продолжением нашей следующей программы. Напоминаю, что в эфире была точка опоры. Смотрите нашу программу каждый четверг ровно 21.00. И ищите свою точку опоры вместе с нами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»